Я вот охрану не вижу, она у вас работает по периметру центра? Конечно, работает. Внутри? Внутри. Делать замечания по поводу того, чтобы маски носили? Замечания делаются, но на деле, как показывает практика, этого недостаточно. Сознательность одних граждан Самары тут же нивелируется без сознательности других. Маски сотрудники торгового центра и посетители не спеша натягивают при виде телевизионных камер, тем самым подставляя под административные протоколы владельцев торговых точек, у которых пришли приобрести товар. Я предлагаю сейчас составить протокол на данную торговую точку по наличию здесь посетителей без маски. Вы составляете сейчас будете материал? Да, мы сейчас составляем. Давайте тогда оформить. Не лучшие ситуации в продуктовых гипермаркетах. Информационные объявления, призывающие покупателей соблюдать санитарный режим в период пандемии, расклеены не на всех существующих кассах. Санитайзер с масками и вовсе не на входе. Плюс, допустим, я на инфостойке не увидел социальную разметку. Пожалуйста, на полу два метра социальная разметка есть по всему магазину. То есть это вот эта часть, да? Пожалуйста, да. По всему торговому залу, на всей штанции, везде есть. Практически не выявили нарушения на фудкорте и в кинотеатрах, но ревизоры велели не расслабляться. На днях решением оперативного штаба органам местного самоуправления поручено повторно провести мониторинг всех торговых центров на предмет соблюдения требований регионального Роспотребнадзора. Впоследствии будут составлены чек-листы по нарушениям и сформированы в единый электронный реестр. За прошлую неделю органами местного самоуправления проведено более 8 тысяч обследований торговых точек, как первичных, так и повторных. По результату этих обследований составлено где-то порядка более 80 материалов, которые впоследствии должны найти свое отражение уже в виде протоколов. Более 80 протоколов уже направлены в суд на принятие решений по штрафным санкциям. Наша компания, оперирующая торговым центром, всегда открыта для критики и для каких-либо замечаний. Мы все эти замечания, спасибо Алексею Николаевичу, значит, обратил внимание, все ждем в работе в дальнейшем, обязательно все проконтролируем в исполнении всех замечаний арендаторами. В Роспотребнадзоре Самарской области в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения всех санитарных правил в период распространения коронавирусной инфекции. Нарушителям градят внушительные штрафы от 30 до 300 тысяч рублей. Ольга Павлов, Николай Сидоров, События. Субтитры создавал DimaTorzok